Всем привет, ребята! Я надеюсь, вы по мне соскучитесь, потому что я очень соскучилась по съемке видео, я очень давно их не снимала, и я дико рада сейчас снимать это видео. Я нахожусь сейчас в Сингапуре, я пересекаюсь с очень многими моделями, которые поделились со мной самыми жесткими историями, которые были в их модельной жизни. Чтобы вы не думали, что эта жесть случается только со мной, и я ее выдумываю и придумываю. Нет, я поделюсь с вами самыми жесткими историями других моделей, поэтому приступаем. Ну, я свои истории, конечно, тоже добавлю, потому что я вспоминаю, я потихоньку вспоминаю, вспоминаю, вспоминаю. Хочу рассказать вам про историю, о которой мне рассказала девочка буквально два дня назад. Она случилась с ней в Париже, она жила в Париже, на неделю моды она приехала, не помню, честно говоря, какое было агентство, но и не важно, не будем этого рассказывать. И она попала в какую-то адскую квартиру, там было 8 кроватей в одной комнате, 8 кроватей, это как лагерь Артек, и то у нас в Артеке, по-моему, по 2 кровати было, или по 4, но в общем, не важно, но не по 8. И представьте огромную комнату, в которой 8 кроватей, как в казарме, вот, и в ней жутко воняло, она говорит, там воняло просто адом каким-то, как будто какое-то тело разлагалось, вот, в общем, гниющая плоть, гниющее мясо, и никто не мог понять, откуда же исходит этот запах. И вот так она жила недели две, так и не зная, откуда же идет этот классный запах, и потом в один день пришла cleaning lady, ну, то есть упорщица, женщина, которая убирает эту квартиру, и под кроватью у одной девочки она нашла кучу использованных прокладок, тампонов с кровью, кучу, просто кучу. Я не знаю, что происходит у людей, которые вот так делают, и как они дожили до своего возраста, с такими прекрасными идеями и поступками, почему человек не выкинул это в урну, ну, то есть очень много вопросов, и самое главное, я спросила ее, и что ей сказало агентство, что ей сделало агентство, ну, а что ей сделает агентство? Агентство подумало, окей, конченое, наверное, может быть, потом ее никогда больше не взяло, но так глобально, что скажут агентство? Ничего, просто убрали, рассказали всем, покричали, наверное, на нее, я не знаю. Это не то, что девочки, которые 14 лет, девочка, там, я не знаю, сколько ей было лет, ну, за 20, то есть ты должен быть разумным, по идее, по идее. Ярина, девочка, с которой я пролетела в Сингапур, рассказала мне историю про Блевотин. А, кстати, это я, палец. Палец у меня тут татуировка была, я ее удаляю, я ее почему-то разковыряла, и теперь мне придется ходить с пластырем, а на пластыре написано Don't Cry, как в моей любимой песне о Guns N' Roses. Ярина рассказала мне историю про Блевотину, потому что я не могла понять, это все тема, вот то, что там Блевотина в пакетиках хранилась, и Ярина говорит, а, это нормальная история, у меня тоже такое было. Внимание, она была в Токио, кто-то, какие-то девочки пошли в клуб, они очень напились, им было очень плохо, они наблевали в пакеты, положили пакеты в шкаф, и потом должны были выкинуть, и тоже забыли, и оно тоже завонялось. То есть, это все немного поставило вот эту историю с пакетами для меня на какие-то, на какое-то место. Я поняла, что человек просто, наверное, был очень пьяный, и он решил наблевать в пакет, и... Но почему он не выкинул, это другой вопрос, как бы, в общем, я вспомнила, ну, то есть, я не забывала эту историю, я не знала, как ее правильно пропонести, потому что она очень странная и неприятная для меня. Когда-то я была в одной стране, я не буду даже называть ее, потому что это можно все найти у меня на канале, я думаю, кто захочет. Я познакомилась там с девочкой, я приехала в эту страну ненадолго, я была до этого в другой стране, я прилетела вот в эту на неделю просто погулять, потому что мне очень нравится этот город, в котором я была. Я познакомилась с девочкой, мы очень здорово проводили с ней время, я подумала, ого, я нашла какую-то свою soulmate, как говорится, мы постоянно веселились и все такое, и она, она жила так же, как и я жила. В один из дней, вот мы целыми днями гуляли, везде ходили, по всяким кафе, по всяким достопримечательностям, по монастырям, еще почему-то мы ходили, и действительно, мы нереально круто проводили время, я реально была очень рада нашему с ней знакомству, и потом в один из дней она мне говорит, что вот, завтра я с тобой не смогу погулять, потому что мне надо пойти на какой-то ужин. Я говорю, ну какой ужин? Я говорю, так я с тобой пойду. Она говорит, нет, мне там надо с кем-то познакомиться, ла-ла-ла, и я такая, мне как-то было, что ли, обидно в тот момент, я не помню. И так как я и так собиралась улетать из этой страны, я проехала ненадолго, я купила билет себе на следующий день как раз, когда должен был быть этот ужин у нее, потому что я подумала, ну, а что мне тут сидеть, я уже достаточно погуляла, можно мне как бы уже и улетать. И она говорит, нет, нет, я уже отменила ужин, не иди, и вот, мне надо с тобой поговорить, мне надо сказать тебе кое-что и попросить твою помощь. В общем, это был ужин, как бы, где она ознакомилась с человеком, с которым она должна была, как это сказать правильно, вступить в эскортные отношения, в эскортные отношения, ну, в общем, она должна была делать там что-то плохое, образно говоря, и они должны были познакомиться на этом ужине, а потом уже на следующий день, ну, на следующий день уже что-то другое. И она мне говорит, если ты дашь мне, допустим, 2 или 3 к, она сказала, долларов, я не помню, то я тогда этого не буду делать, а я вот это хочу делать не потому что я хочу, а потому что у меня семья в моем городе, и мне надо их обеспечивать, и вообще это жизненное обстоятельство. И мне стало в тот момент очень пусто и плохо, и вообще очень мне было плохо, потому что, представьте, вот вам надо ехать в аэропорт уже сейчас, а вам такое говорит человек, которому вы за короткое время очень сильно привязались, вы видели в нем очень хорошего, такого чистого, светлого и доброго. Он не делал ничего того, что противоречит вашим каким-то принципам, что противоречило моим принципам. Для меня это было тогда так больно услышать. Я еще почувствовала, что на меня возлагают какую-то ответственность, ответственность, которой я не готова, и она предпринесла это все, что вот если ты это сделаешь, мне поможешь, тогда я не буду это делать. То есть она поставила меня против таким фактом, что вот если я не помогу ей, то ей придется вот это все делать, и мне было от этого очень плохо и тяжело, и мент был уже через два часа лететь в аэропорт, то есть ехать и лететь. Я написала своим некоторым друзьям, двум, и спросила, типа, ребят, как вы думаете, что мне делать, мне вот как бы ей помочь или нет, потому что я не понимаю, я реально не понимала, что мне делать. И один мой друг сказал мне нет, потому что каждый раз, когда у нее будет заканчиваться кэш, она будет звонить тебе и говорить, ну дай мне вот столько-то, а то я стану проституткой. И в общем это было очень сложно для меня морально, потому что это было такое очень большое для меня разочарование жизненное, наверное, показывающее, что первое впечатление обманчиво. Я никогда никого стараюсь не осуждать за какие-то их действия, поступки, но просто для меня это была ситуация, которая не укладывалась в моей голове. Это первый раз, когда я столкнулась вот прям вот так лицом к лицу с эскортом. К чему я это опять-таки говорю? Очень часто существует такой стереотип, что модель, моделинг и эскорт – это вот что-то, вот оно рядом стоит, но на самом деле это не так, потому что все всегда зависит конкретно от человека и от его взглядов и принципов каких-то на жизнь в целом. Если человек вот к этому, скажем так, предрасположен, он найдет это везде. Не надо говорить, что там ты стал проституткой из-за того, что ты был моделью. Нет, абсолютно не так. Как говорится, свинья найдет лужу везде или вообще так не говорят, я не знаю. Все вот эти грустные ситуации, когда я встречалась с вот этим, мне действительно отражались на моем внутреннем состоянии, потому что как какой-то маленький принц, который живет во мне всегда, меня это все очень сильно огорчало. Вот та ситуация с девочкой и ужином вообще до слез, можно сказать. Я помню, я плакала. Для меня это все было очень грустно. Грустно осознавать, что людей можно купить. Для меня вот это самое грустное. Я прекрасно понимаю, что человек, который работает на любой работе, он продает себя. Продает себя в каком смысле? Он продает свои навыки, умения, таланты, знания, время. Он что-то, да, монетизирует. Я это прекрасно понимаю, но когда я близко сталкивалась с вот такой вот продажей, это было для меня очень грустно и больно. Особенно, когда у меня было какое-то мнение о этих людях другое, и они были близки мне. И вот после таких ситуаций я очень стала закрытой, и я очень мало общаюсь, у меня нет друзей практически, моделей. Потому что, наверное, как бы я ни говорила про скептицизм, но он во мне присутствует. Например, я негативно настроена к клубам, к людям, которые ходят в клубы, к моделям, которые ходят в клубы за деньги. Я вообще очень негативно настроена. Я считаю, что это делать не надо, что это первый шаг к какой-то проституции, эскорту. Вначале это, потом то, потом то, потом еще что-то. Куча вариантов. Если ты находишься в каком-то месте, и вместо того, чтобы идти в клубы, и быть там за деньги с какими-то китайскими мужиками, мерзкими, пузатыми, ну, не знаю, заведи свой блог. Всегда можно найти какие-то отходные пути. Я в это верю, и у меня отпал пастырь. Я была, когда в Нью-Йорке, там есть такой человек, я не буду говорить имя, а те, кто были в Нью-Йорке, знают, кто это. Вот он постоянно тусуется с моделями, и он дает моделям квартиру, чтобы они жили в квартире не в модельного агентства, а в квартире, которая его, и каждому он там дает комнату. И за это эти модели 4 раза в неделю ходят с ним в клубы, а другие, которые ходят в клубы, он им платит что-то. Я не знаю, сколько, я реально не в курсе вот таких событий. Ну, вот, я не знаю, для меня это все звучит очень как-то низко и унизительно, что ли. Я не знаю, ну, это вот какая-то моя система ценностей, сформированная уже каким-то долгим промежутком времени, нерушимая. Я считаю, так делать, например, не надо. Лучше жить в той же модельной квартире, если вы не можете сами снимать квартиру, там где 10 человек будет жить, и может быть там будут какие-то кровавые прокладки под кроватью, но зато это будет как-то честно. И чисто. Мне раньше писал один персонаж в интернете, это было очень странно, он сказал, что он нашел мне парня моей мечты, и вообще он супер, и вообще там все, у меня будет жизнь заряженная, я буду жить здесь у тебя яхтами и так далее. Для меня это было странно, очень страшно, потому что я даже как бы не ответила на эти все сообщения, я никогда на такое не отвечаю, потому что мне это неинтересно, это не входит в кругозор моих желаний и интересов. Но потом это дошло до того, что этот человек приехал в Харьков, и он возле моего университета ездил, подходил ко мне и что-то хотел, и мне реально было страшно, какие-то угрозы, он говорил, что или по-хорошему, или по-плохому, все равно будет так, как он сказал, я такая. с учетом того, что я некрасивая как бы девочка, да, вот есть модели, которые реально красивые, у них такая яркая, классическая секси-коммерческая внешность, я такой никогда не была, и для меня это было так дико, что вот кто-то вот так ко мне прицепился, и вот этот человек, он реально очень долго следил за мной, постоянно приезжал там, где я была, писал, звонил, он какой-то узнавал, где я нахожусь. Так что даже я, можно сказать, сталкивалась со всем этим, но опять-таки, всегда за каждым остается выбор и решение, вам могут предложить что-то, да, а ваше дело, да, нет, принять какое-то решение, поэтому я всегда считаю, что самое главное, чем надо заниматься в свободное время, в модельных поездках, если у вас нет работы, это не гулять по клубам, лазить и пить бесплатные коктейли, куда вам наркотики подмешают, или даже если не подмешают, это не имеет никакого смысла, а лучше почитать какую-то книгу, позаниматься своим развитием, позаниматься спортом, посмотреть на прекрасный город, в котором вы находитесь, заняться тем, чтобы вы были интересной моделью, как модель, а не как какой-то персонаж в клубе, украшение и игрушечка для развлечения, поэтому чем тратить время, ходя на бесплатные ужины, как популярно ходить среди моделей, лучше съешьте яблоко и побегайте в спортзале, и вы увидите результат вот этого действия, что самое главное. Блин, я хотела снимать видео про самые жесткие истории, а я перешла уже на какие-то нравоучения, но, ребят, извините, я просто никогда не пишу никакие тексты, когда снимаю видео, я снимаю и говорю вот то, что идет у меня от души, и то я вам рассказываю, и делюсь своими искренними эмоциями. Я всегда, когда снимаю видео, выражаю, что передо мной сидит моя другая, и я вот хочу ей рассказать что-то, поделиться какой-то информацией, какой-то историей, важной для меня, и которая, я считаю, может быть интересна ей, поучительна и познавательна в каком-то ключе. Поэтому иногда я чувствую себя как Холден Колфилд, когда снимаю видео на Ютубе. Я уверена, что меня смотрят разные девочки, модели, начинающие, будущие или уже, которые есть, и я уверена, что мои истории кому-то будут полезны, и они помогут не упасть с этой пропасти. И я стою и ловлю этих ребятишек на пропасти. Большие. Вот такая моя миссия жизни. Кстати, вот этот макияж, который вы сейчас видите на мне, это мой прекрасный букер из Сингапура. Я пришла сегодня, он хотел снять видео, как я позирую, потому что он говорит, что я очень круто позирую. И самое забавное, я не знаю, откуда он знает, что я круто позирую, потому что я раньше в Сингапуре была в другом агентстве, и он говорит, что ему все фотографы говорили, что я очень круто позирую, что я Кокуроша. Хотя мне не нравится, как позируют Кокуроша, и мне кажется, я вообще не так позирую. В общем, мы сегодня снимали видео, вот такое все, там, где я тысячу поз в минуту делаю, вот это вот как бы, вот это все. И он сейчас будет это монтировать, и он решил мне подкрасить меня чуть-чуть, потому что он сказал, что в прошлом он был визажистом, не знаю, и я обгорела. Ребята, я надеюсь, вам было интересно, и понравилась моя история.